У Сережи Небова тяжелая форма ДЦП. Ему от фонда соцстраха положено 4 пары ортопедической обуви в год. С октября 18-го мама ребенка-инвалида Светлана пытается получить положенное, а возникают новые сложности. Светлана показывает обувь Сережи. Ее купили самостоятельно, больше чем за 30 тысяч. Она такая, как нужна, с жестким сапожком внутри, тутором. Предоставляют же другую за 3,5 тысячи. У нас в ВПРА прописано только обувь ортопедическая. Получается, здесь вопросы, извините, уже не к нам. Все, что мы хотели сделать, все, что мы усложнили, для вас все постарались сделать жесткость. Какой-то момент тутора. Нагрузка на ноги идет большая и, естественно, на обувь нагрузка тоже большая. Он просто ее сейчас очень быстро разобьет. Ну, как вот мы в таком, в общепринятом понятии разобьет. То есть обувь будет, ну, не сможет, как бы, фиксировать его стопу. Она уже сейчас не фиксирует. То есть нам, конечно, хочется более функциональную, более жесткую, что ли. В индивидуальной программе реабилитации у Сережи прописаны параметры необходимой обуви. Но их мама-подростка считает недостаточными. Поэтому инициировала проведение экспертизы. Я пошла на медико-социальную экспертизу, тоже написала письменное обращение, с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в обувь. Ну, к сожалению, мне был написан отказ. В заключении медико-технической комиссии, которая есть у Светланы, написано, обувь должна быть жестким берцем с уплотнителями, чтобы шла фиксация сустава. Но к этому документу в фонде соцстраха не прислушиваются. К подрядчику, который обувь шьют, вопросов нет. Они делают согласно задания. А вот к самой ИПР масса. По России много таких претензий, на самом деле. Потому что ИПР – это формальная бумага, которая как формуляр заполняется галочками или компьютером. Соответственно, в нее внести изменения, конечно, можно, но не всегда удобно сотрудникам СЭП. Поэтому, наверное, у них возникают сложности. В ФССС алгоритм такой. Нужна ли обувь, принимает решение специальная экспертиза по данным индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Дальше – контракты получения обуви или выплата компенсации, если родители хотят покупать сами. Государство готово обеспечивать, вот мы, пострадавших на производстве, обеспечим автомобилями. Автомобили последним обеспечили «Ладо Гранта», да? Но, наверное, каждый бы хотел получить «Мерседес». Я вот реально говорю, не рекламирую марки автомобильные. Вот здесь то же самое происходит. Я вот хочу такое, такое, такое. Государство бы сказал, вот это подходит, технически для инвалидов подходит, это есть прописанная программа реабилитации, медики, не мы устанавливаем. Дополнительные функции, пожалуйста, но они могут быть изготовлены за ваши деньги. Изготавливайте сами, получите компенсацию. В отделении фонда Светлану и Сережу хорошо знают. Говорят в том, что ребенок не получает обуви, виноваты они сами. Это мое мнение, я сразу говорю. Значит, мы с марта месяца пытаемся обеспечить в данном случае, приглашаем. Ну, то есть я не могу, меня нет, ребенок заболел, все остальное. Я понимаю, может быть, объективные условия, но всегда можно, есть телефон, договориться. Когда приходится примерка и начинается выдвигать условия, которые, вы правы сказали, не едут в контрактах. Я даже не про цвет говорю, а про некоторые дополнительные условия, которые не могут быть предусмотрены, потому что они не вписаны в индивидуальную программу реабилитации, соответственно, они не могут быть обеспечены. Эту пару семья Небовых возьмет, вариантов нет. Но уверены, уже скоро придется вернуться, нагрузки сапоги не выдержат. Подрядчик обещает забрать и отремонтировать в срок до 30 дней. В чем в это время будет ходить ребенок, большой вопрос. А Светлане ФССС предложили обратиться в Министерство труда, если ее что-то не устраивает. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова